Всем здравствуйте! В этом видео я вкратце расскажу про основные возможности сайта генератора. Итак, собственно, на главной странице у нас есть список глагольных корней. Источник данных – это приложение с санскритской морфологией Ивана Толчельникова. Здесь есть возможность поиска по этим корням, причем можем искать по названию корня у Вани, так и по названию этого корня у Уитни, и также можем еще поискать по русскому переводу. То есть, например, мы можем набрать гамму, как он записан у Уитни, он выдаст какой-то результат. И можем, например, поискать по-русски идти, и он нам выдаст список корней с этим значением. В этой таблице название корня – это ссылка, и если мы на нее нажмем, мы попадаем на страничку отдельного корня, где находится список всех форм, которые мы можем на данный момент создать. Здесь находятся почти все 160 форм, кроме инфинитива и нескольких форм, которые требуют именные окончания. То есть, эти формы еще в процессе. Ну, уже список достаточно такой внушительный. Можем перейти на страницу конкретных форм. Вот что-нибудь такое поинтереснее. Какой-нибудь перфект. И здесь видим, в принципе, стандартные таблички. То есть, это лицо, число и залог. Вот он нам постепенно создает в режиме реального времени все эти формы. Все названия в табличках – это тоже ссылки. Ссылки на такую дебаг-страницу, которая показывает, правильно ли мы образовали форму, или там что-то пошло не так. То есть, например, можем выбрать вот эту форму и посмотреть, как она была образована. Здесь мы видим код формы. То есть, вот, каузативный, дезидеративный, неперфект настоящего времени. Для компьютера он представляется вот в виде такого кода специального. Здесь вот видим первое лицо, первое число, залог пресс-майпада. И видим вот эту форму в виде такой цепочки морфем. То есть, сначала у нас идет аугмент, потом идет удвоенный корень. Почему удвоенный? Вот дезидератива, суффикс каузатива, суффикс дезидератива, суффикс основы настоящего времени. И окончания, которые тоже соответствуют этой форме. Вот эта таблица, она больше для компьютера, чем для человека. Ну вот по ней можно понять, то ли создает компьютер или не то. Собственно, строчка морфема здесь как раз вот то, что я и перечислил. Что к чему относится. То есть, можем посмотреть, например, что s это суффикс дезидератива. То есть, что мы его не потеряли в процессе. Запрос это запрос морфологической позиции. В данном случае, ну вот у корня его нет. Вот в этой форме у каузатива его тоже нет. Ну и вот и дальше, соответственно, есть здесь первая морфологическая позиция. И у этих вторая, здесь тоже вторая. Вид морфемы. Первое – это глагол. Второе – это суффикс. И третье – это окончание. Это тоже нужно для программы, для определенных алгоритмов, чтобы она умела отличать глаголы от суффиксов. Трансформация. Здесь, если какая-то морфема требует межрядовой трансформации, здесь это будет отображаться. Либо там в некоторых случаях удвоение корня по перфекту здесь тоже будет отображаться, поскольку там у перфекта есть вариативность определенная. И особые правила, они нужны, понадобятся в дальнейшем для изменения в суффиксах. То есть, опять же, по определенным правилам, там в некоторых случаях суффиксы могут пропадать, менять свою форму. И чтобы алгоритм понял, что нужно изменение суффикса, вводится как раз в понятие особых правил. В данном случае, вот, единичка означает, что это первый класс основы настоящего времени. Вот, ну, опять же, эта таблица, она скорее для компьютера, либо вот, ну, такая вот настроечная таблица, скажем так. Далее мы видим итог бессанхи, то есть, это итог, это вот склейка, по сути, вот этой вот части. После этого, ну, то есть, в этом итоге уже проходит вот эти изменения в суффиксах. То есть, это не просто вот эта склейка, а еще склейка с изменениями в суффиксах. Ну, вот, в данной версии они не отображаются. И следующий, это итог санхи, то есть, уже применяем санхи к этой строчке, и образуется вот такая вот форма. Можем посмотреть, какие правила имена мы в данном случае применили. Вот, видим, что здесь по седьмому правилу. Вот эти вертикальные черточки обозначают границы морфем. Они нужны, опять же, для алгоритмов санхи, чтобы компьютер понимал, когда нужно его применять, когда не нужно. Поскольку алгоритм образования слова форм достаточно сложный, здесь есть несколько уровней вот этой дебаг-информации, и мы можем углубиться и посмотреть еще больше информации, то есть, перейти на такой второй уровень дебага. Здесь можем посмотреть, как мы образовали удвоенный корень для дезидератива. То есть, вот здесь, если нажать, то здесь вот выдается как раз вот эта вся информация. Ну, то есть, вот в данном случае мы образовали вот по этой схеме. Также мы здесь можем видеть, что поскольку вот образование основы настоящего времени идет не от корня напрямую, VR, а от... но в данном случае вот эта цепочка, то применяется... Образование будет идти по первому классу основы настоящего времени. Опять же, вот эти все правила, они описаны у Вани в руководстве. И мы в данном случае им просто следуем. И дальше можем посмотреть уже чередование, то есть, вот эта вся большая цепочка, она чередуется друг с другом попарно. Здесь мы уже видеть, что, ну вот, в данном случае чередование не происходит. Ну и в корне тоже чередование не происходит, поскольку здесь нулевой запрос в орфеологической позиции. Вот, ну там в другом корне, в более простой форме, здесь мы бы увидели правила, по которым они чередуются. Можем, например, взять какую-нибудь более простую форму. Так, ну вот, перфект. Здесь вот все то же самое, только для образования перфекта. Переходим на второй уровень небаб-информацию. И вот здесь, например, можем увидеть, как чередуется вдвойный корень с окончанием тха, с второй морфологической позиции. Здесь, в принципе, то же самое, что вы уже видели в первой версии этого алгоритма. То есть, вот весь процесс чередования здесь описан. Вот эта таблица, она позволяет посмотреть на вот эту строчку в нескольких измерениях. То есть, первая строчка – это запись, собственно, звуков. Вторая строчка – это согласный, это звук или гласный. Ну, и «Е» – это чередующийся элемент. Третья строчка показывает, это взрывной звук или там полугласный, сибиллиант. Ну, то есть, вот такая классификация. Четвертая строчка – это классификация по тому, где звук образуется. То есть, это там полулатальные, церебральные, зубные, губные звуки. И последняя строчка – это классификация по звонким, глухим звукам. Ну, вот, по крайней мере, в предыдущей версии таблицы от Вани большинство этой информации было необходимо для очередования. Сейчас он ее упростил, как я понимаю. Поэтому, ну, вот, эта информация, она стала более, больше справочной. Ну, вот, в данном случае мы видим, что добавляется еще сет на «и», в данном случае, к окончанию. Ну, вот, этот вопрос, нужно ли здесь добавлять или нет, он сейчас обсуждается, как я понимаю. И, возможно, в следующих версиях алгоритма этого здесь уже не будет. Примерно по такому принципу работает образование этих форм. Также я добавлял функционал по поиску полученных форм в корпусе. Но есть определенная проблема с тем, что у нас на данный момент генерируется очень много форм, и поиск в корпусе занимает пока слишком много времени, поэтому нужно хотя бы на первом этапе ограничить формы, которые мы можем получить. Ну, то есть, явно вот не все там из этих форм, они могут быть на самом деле. То есть, необходимо понять, каких форм не будет, ограничить этот список и оптимизировать потом поиск по корпусу. Ну, вот, предполагалось, что это будет примерно выглядеть как-то так. Что вот есть некая форма, мы нажимаем на кнопку «Пример» и смотрим, как эта слова «Форма» отображается вот в тексте регведы в данном случае. Здесь вот есть перевод, ссылка на параллельный корпус. Здесь вот можно перейти и там посмотреть. Кроме этого, вот на сайте есть еще разделы с приставками, с суффиксами, с окончаниями, с местоимениями. И с частицами тоже вот источник – это конспект залезняка. Здесь, в принципе, все источники данных, все указаны. Ну, и последний раздел – это раздел сравнения и юрификации. То есть, здесь у нас есть сравнение с учебником Кочергиной. Вот эта информация, она подгружается из базы. То есть, чтобы каждый раз при заходе алгоритм все не генерировал, это подгружается из базы. Можно нажать на кнопку «Обновить данные» и он, как бы, в реальном времени создаст эти формы. Да, вот, чтобы такое получилось. Здесь столбец-корень – это корень в том виде, как он есть у Вани. Этот столбец-корень, как мы записываем, Кочергиной. Здесь класс – это класс основа настоящего времени, опять же, Кочергиной. А здесь класс того же самого у Вани. То есть, К – это Кочергина, Т – это Толчельников. Здесь, в столбце, это залог. Здесь у меня, видимо, опечатка. Здесь хотел написать ПА. Ну, соответственно, тоже залог у Кочергиной и залог у Толчельникова. Дальше идет ряд, тип. Чтобы мы понимали, ну, сразу понимали, правильно мы образовали или нет. И, собственно, вот, конечная форма, опять же, тоже у Кочергиной. И конечная форма, которая создается алгоритмом. Здесь тоже есть ссылки. То есть, можем перейти по этой ссылке и посмотреть, как мы образовали эту форму. Может, мы там что-то забыли. Ну, соответственно, если есть какое-то совпадение, то это пишется вот в этом столбце. То же самое я сделал по остальным формам. То есть, можно посмотреть, например, Каузатив. То есть, в основном, есть совпадения. Кое-где совпадений нет. Например, вот здесь X, Y, T. И это повод для того, чтобы посмотреть, там, правильно ли все оно создается. Создаётся. Потом есть раздел верификации Санхи. Здесь у нас есть какой-то корень или морфема, и с чем она соединяется. То есть, например, здесь пхава соединяется с id. Да, и вот алгоритм у нас создаёт пхава эту форму. Смотрим, что вот образовала эту форму по второму правилу. Опять же, по имену. И сравниваем с тем же самым, с примером из учебника имена. То есть, вот видим, что здесь та же форма, и вот по второму правилу мы это образовали. То есть, в данном случае, вот у нас всё совпало. Это всё создаётся в реальном времени. То есть, если мы там что-то с Санхами, в алгоритме что-то сделали, можно перейти на эту страницу и посмотреть, всё ли работает, всё ли там конкретно генерируется. Вот в данном случае всё вроде нормально. И ещё одна верификация. Это верификация с примерами Вани. Опять же, из санскритской морфологии. Здесь можем посмотреть исходный корень, потом удвоенный корень для перфекта, в данном случае Бессанхи. Тот же удвоенный корень, как его написал Ваня в руководстве. И потом мы можем посмотреть фенитную форму, которую создаёт алгоритм в этом столбце. и посмотреть, опять же, какой был пример у Вани для вот того же перфекта. То есть, вот Ваня написал Андрхэ, алгоритм у нас создал Анардха и Андрхэ. Ну, то есть, одну форму Ваня не дописал для просмайпода. Не все глаголы-исключения ещё поддерживают. Вот, например, вот этот глагол. Их желательно описать как-то отдельно. Например, глагол ПХУ. Поскольку вот они не подчиняются общим правилам. У Вани этого пока тоже ещё нет. И желательно вот как-то отдельно их вынести, чтобы я тоже мог сюда их добавить в виде исключений. Вот, ну и можем также посмотреть по другим примерам, там, по основе настоящего времени. Ну, здесь всё совпало, в принципе, у нас. То есть, здесь опять же столбец корень изначальный. Основа в настоящее время третьего класса, вот как у нас создаётся алгоритмом. То есть, это удвоенный корень. Удвоенный корень у Вани. И совпало или нет. В данном случае всё совпало. В целом, на данный момент это пока всё. Если будут какие-то вопросы, пишите. Надеюсь, стало немного понятнее, чем было до этого.